Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги «Бытия», и сегодня мы будем читать 47-ю главу этой книги. «И пришел Иосиф, и известил фараона, и сказал, «Отец мой и братья мои с мелким и крупным скотом своим, и со всем, что у них, пришли с земли Ханаанской, и вот они в земле Гесем». То есть он исполнил повеление фараона и теперь докладывает об этом. Я напомню, почему фараон решил переселить всю родню Иосифа в Египет. Потому что фараон опасался, что Египет Иосиф покинет после того, как прибирился с своей семьей. И чтобы благословение, которое шло от Иосифа, не покинуло Египет, фараон решил взять все семейство Иосифа и перевезти в Египет. Им дали отдельный участок земли Гесем, где по преданию Иуду уничтожил всех идолов, и там воцарились верующие в единого Бога. «Из братьев своих он взял пять человек и представил их фараону». То есть ему надо было показать, что его братья – это никакие не саглядатаи, там не воины, это простые пастухи. «И сказал фараон братьям его, какое ваше занятие? Они сказали фараону, пастухи, овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». То есть они говорят, что они никакие не воины, они простые люди, а в нескольких поколениях – «и мы, и отцы наши». И сказали они фараону, «мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пожити для скота, рабов твоих, ибо в земле ханаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». Они уже поселились там, но надо, чтобы фараон принял окончательное решение. «И сказал фараон Иосифу, отец твой и братья твои пришли к тебе, земля египетская перед тобою, на лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем. И если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». На самом деле речь идет не только о скоте. По-еврейски «над моим скотом» а «аль-ашер-ли». «Ар-ашер-ли» буквально переводится как «над тем, что у меня». Потому что скотоводством египтяне не занимались. А если занимались, то в каких-то ритуальных целях. «И привел Иосиф Якова, патриарха Якова, отца своего, и поставил его перед фараоном». Здесь говорится «и представил его фараону, и благословил Яков фараона». Почему Яков благословляет фараона, этого языческого правителя? Потому что он представитель власти этой земли. Он Митсраим, египтянин, на земле Митсраим. То есть хам в земле хама. То есть на своем месте. И Яков его благословляет. Будет второе благословение фараона, почему мы поговорим чуть позже. Фараон сказал Якову «Сколько лет жизни твоей?» Почему фараон об этом спрашивает? Он никогда не видел такого древнего человека. Он ощутил мощную духовную энергию, исходящую от него. И Яков сказал фараону «Дней странствования моего 130 лет. Малые и несчастные дни жизни моей и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». Действительно, Исаак дожил до 180 лет, а Авраам дожил до 175 лет. А ему только 130 лет. «И благословил фараона Иаков и вышел от фараона». А почему он его благословляет второй раз? Теперь он его благословляет как человека. Первый раз он его благословил как правителя земли. Хам в доме хама, на земле хама. Бог дал им этот предел обитания. А увидев его личные нравственные качества, он оценил его как человека и дает ему дополнительное благословение. И благословил фараона Иаков и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской в лучшей части земли в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, какое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. То есть он сам от этого не обогащался. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. То есть все покупали хлеб, а это серебро оказалось в доме фараона. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, дай нам хлеба, зачем нам умирать пред тобою, потому что серебро вышло, то есть кончилось у нас. Иосиф сказал, пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот, то есть в обмен на скот. Но кто-то может спросить, а если у них был скот, ну, заколали бы скот и ели бы, а чем кормить скот? Серьезная была проблема. И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. То есть где-то второй год голода, семейство Иакова переходит в Египет, а голод продолжает усиливаться. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, не скроем от господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у господина нашего ничего не осталось у нас пред господином нашим, кроме тел наших и земель наших, для чего нам погибать в глазах твоих, и нам, и землям нашим, купи нас и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону, а ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустила земля. То есть они просят семян не только для того, чтобы делать из них хлеб, но и семян, чтобы не опустила земля, то есть для того, чтобы засевать. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое свое поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону». «И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого, только земли жрецов не купил он, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли свои». «И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали, ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего и добуем рабами фараону. «И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону». Здесь Моисей, который написал книгу «Бытия», и который знал, какие порядки в Египте, он говорит, что тот закон, который принял Иосиф, он существует до настоящего времени. «И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножались». То есть здесь уже имя, собственное имя Иакова Израиль оказывается нарицательным именем всего народа. И в «Торгуме Анкелоса» этот стих звучит так. «Израильтяне поселились в Египте, в земле Гошен, там они владели землями, там распространялись и стали весьма многочисленными. И жил Иаков в земле египетской 17 лет, и было дней Иакова, годов жизни его, 147 лет. Его отец Исаак дожил до 180 лет, Авраам дожил до 175 лет, а Иаков умирает в возрасте 147 лет. «И пришло время Израилю умереть». Каждому из нас придет время умереть, и мы молимся о деспослании нам христианской кончины за каждым богослужением. «И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа, и сказал ему, если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое, то есть под бедро мое, и клянись, что ты окажешь мне милость, и правду не похоронишь меня в Египте». Оказывается, мы, когда хороним людей там, где они хотят, оказываем им милость. То есть милость человеку можно оказать и после его смерти. Кстати, Таргуман Келоса предлагает такую конструкцию. «Когда пришла ему пора умирать, он позвал своего сына Иосифа и сказал ему, если я нашел милость в глазах твоих, положи свою руку под мое бедро и сделай для меня доброе дело, не хорони меня в Египте». То есть, когда мы хороним мертвых, это и милость, и доброе дело. Перевод РБО, Российское библейское общество. «Когда пришла ему пора умирать, он позвал Иосифа и сказал, «Окажи милость, поклянись мне, коснувшись бедра моего, что ты не забудешь исполнить мою просьбу, не хорони меня в Египте». Я думаю, что каждый из православных христиан в своем завещании должен написать «Не хороните меня с египтянами». То есть, с какими-то неверующими. К сожалению, у нас та беда, что у нас нет православного кладбища в стране. У нас есть иудейское кладбище, у нас есть армянское кладбище, например, в Москве, у нас есть мусульманское кладбище. И мы с уважением относимся к тому, как они хотят последний путь проводить своих усопших. Но у нас нет православных кладбищ. Православных хоронят вместе со всеми. И это беда. Мы не можем оказать милость нашим усопшим, чтобы похоронить их как положено. Раньше, до революции, настоятель храма являлся настоятелем близ находящегося кладбища. И без благословения настоятеля ближайшего к кладбищу храма нельзя было никого похоронить на этом кладбище. Сейчас кладбищенским бизнесом заправляют какие-то мерзавцы, которые там прокручивают свои темные делишки и хоронят всех подряд. Всех подряд. И это, конечно, оскорбительно для нашей веры, для наших вероубеждений, когда мы не можем оказать милость нашим усопшим и похоронить их как положено. У нас есть даже старобряческое кладбище на Роговской Слободе, но у нас нет православного кладбища. И, наверное, это задача, которая должна стоять перед православными политиками, чтобы обеспечить нас вот этим правом быть похороненными на православном кладбище и хоронить наших усопших там, где положено, чтобы оказать им последнюю милость. И вот Иаков поясняет, он надеется, что ты окажешь мне милость и правду, то есть это милость и правда, хоронить человека, где он хочет, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, то есть верующий должен лежать рядом с верующими. Речь идет о пещере Махпела. Дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице. Иосиф сказал, сделаю по слову твоему. «И сказал, то есть сказал Яков, клянись мне, и клялся ему, Иосиф, сын его, и поклонился Израиль на возглавие постели». Возможный перевод склонил голову. Это было знаком благодарности Иосифу или Богу. Совершить поклон у Якова уже не было сил. У него уже не было сил, он лежал на постели, он мог только вот восклониться в таком лежачем положении. Итак, сегодня мы окончили чтение 47-й главы. Если мы будем жив, Господь позволит, то в следующий раз мы будем читать 48-ю главу, где, в общем-то, завещание Иакова. И чтобы вам вовремя получать информацию о наших передачах, особенно по библейским главам, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет». С Богом!